здравствуйте коллеги с вами исаков роман компания admiral markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео сегодня мы обсудим ключевое событие которое произойдет сегодня это заседание фрс и что мы от него можем ожидать но прежде мы начнем не забудьте поставить лайк к этому видео если оно вам нравится ну и также вопросы которые появляются обязательно оставляйте их в комментариях и так сегодня пройдет последнее заседание фрс на который будет подводиться итоги года также не будет обновлены некоторые цифры за которым мы следим это первую очередь данные по восстановлению экономики конечно сейчас на рынок не ждет изменения процентных ставок что может произойти сегодня но по крайней мере на джерон паула может дать некоторые намеки когда это может произойти в следующем году если посмотреть на сайт федбочту где мы собственно видим информацию о прогнозах на изменение процентной ставки сейчас мы видим что на сегодня практически сто процентов за то что ставка не поменяется и первые подобные изменения могут а произойти в июле двадцать первого года даже уже сейчас этот прогноз был несколько скорректирован а и только в сентябре до ожидается повышение ставки уже на 5 и 8 до до этого в начале недели когда мы с вами встречались как раз на первом видео были два процента на изменение в июле сейчас уже это было показать пересмотрен собственно ожидается что сентября может начаться по крайней мере вероятность чуть меньше 6 процентов то что ставки будут повышаться поэтому вряд ли мы можем ожидать а что то сегодня но на что важно да а важно то что на вакцины стали на доставлять по сша да то есть вакцина от фазер уже пошла распространение в понедельник как мы говорили первым вакцинансом пройдут медработники и с другой стороны мы видим новый пик роста заражения коронавирусом то есть можно сказать что это происходит вовремя да но тем не менее определенный негатив это вселяет соответственно в связи с этим да то есть будет рассматриваться также и пакет новых стимулирующих мер да это ждет рынок то есть куи а именно соответственно этого рынок ждет да то есть вот что скажет полу как раз на пресс-конференции составка скорее всего плюс-минус понятно но что скажет полу потому что новый пакет стимулирующих мер новое стимулирование экономики она нужно и собственно этому ждать еще одно скажем так топливо для продолжения роста фондового рынка а также с точки зрения того что будет обсуждаться это данные по восстановлению экономики на текущий момент мы по предоставленной информации да видим также что рынок ну собственно ожидает снижение безработицы восстановление ввп и возможно уже будет пересмотрен этот прогноз на более позитивный что также даст дополнительной информации для фондового рынка ну и усилит как раз бычий рынок который сейчас мы наблюдаем на свою очередь а фьючерсы на снт 500 уже подрастают уже обновляют локальный максимум уже торгуемся выше вчерашней сессии ну теперь давайте сразу же посмотрим по рынку да что у нас происходит евро доллар прямо перед на наших глазах да обновляет новый локальный максимум за этот год то есть продолжается рост идет обновление локальных максимумов а соответственно сейчас эта динамика ускоряется и с одной стороны выходит также позитив с точки зрения переговоров по brexit да возможно это будет более мягкий переход но об этом мы поговорим уже скорее всего следующих выпусках более подробно поэтому да динамика восходящий здесь сохраняется обновили локальный максимум тренд сохраняется восходящий пока заходить сделки я не буду то есть только рассматриваю для вход непосредственно на коррекциях а британская валюта также подрастает на этом позитиве да то есть как мы и говорили были неплохие возможности поиска входа как раз начале этой недели цена к сожалению не зашла думаю отложенного ордера поэтому британская валюта идет без меня но тем не менее общая динамика да то есть то как мы и обсуждали сохраняется восходящая как раз в понедельник тренд коррекционного с точки зрения часового таймфрейма сменился на восходящий поэтому динамика здесь тоже сохраняется если мы посмотрим также дневной таймфрейм то собственно да были хорошие уровни покупок где-то области 1.31 сейчас уже это выглядит не разумно не оптимально поэтому тоже здесь буду ждать коррекции именно заходить а по паре американский доллар канадский доллар продолжается также динамика здесь нисходящая вчера был новый локальный минимум сейчас торгуемся чуть выше но пока общий тренд также сохраняется нисходящий опять же с текущих уровней заходить не самое разумное поэтому те коррекции которые могут возникать я их я и буду рассматривать как возможность для входа сделку на продолжение снижения а вот пара американский доллар японская она все-таки вышла из того треугольника который мы говорили по направлению вниз ну собственно это подтверждает текущую динамику до ослабление американского доллара поэтому ближайшие цели это обновление минимальной значения которые мы видели в ноябре и а вероятно снижение в области 102 101 50 поэтому динамика здесь появится нисходящая с текущих уровней я не заходил то есть не было хороших точек для обхода именно по моей стратегии но если вы зашли в эту позицию то собственно имеет смысл пока продолжать держать пока идет обновление локальных меню и тенденция получает как раз а подтверждение нисходящие а по паре австралийский доллар американский доллар также мы торгуемся на локальных максимум за эту неделю буквально пара пунктов остается до обновления максимальной значения которые мы видели в понедельник что собственно также подтверждает пока сохранение восходящей информации да и меня восходящий динамик поэтому здесь импульс он а также продолжается а по новозеландцу картина тоже похожа на взялась также обновляет локальный максимум также мы видим продолжение роста но собственно сейчас все все американский доллар снижается фондовый рынок растет то есть эту динамику мы видим ну и опять же пока сделал здесь для себя я меня не рассматривает нет пока хороших точек для входа золото золото продолжает свое восходящее движение восходящая формация по золоту продолжается вполне вероятно что может дойти до области 1900 вот оттуда я бы уже поискал тоже возможности продаж так как у нас пока на с точки зрения позитива на полном рынке золото конечно может от этого пострадать поэтому динамика пока у нас сохраняется нисходящая и я ее буду рассматривать таковой пока мы не уйдем выше отметки 1973 или уже другие уровни которые будут сформированы чуть дальше и возможно их уже будет стоит пересмотреть но пока это ближайший уровень который видится а именно разворотным в данной нисходящей формации по золоту поэтому мы продаж здесь я тоже для себя буду рассматривать как раз как уже сказал неплохой уровень для этого эта область 1890 1900 но не по текущим ценам да опять же индекс дац также продолжает рост вот сегодня мы уже обновляем локальный максимум то есть мы обновляем максимум начиная с марта этого года и еще остается совсем чуть-чуть до исторических максимум то есть собственно этих максимум которые мы видели я в феврале вполне вероятно что даст до конца года все-таки локальный максимум перепишет тем более что фондовый рынок идет пока на позитиве а и s&p да s&p также продолжает рост здесь сохраняется динамика восходящая здесь как раз была неплохая скажем так не самая лучшая но неплохая сделка для входа по направлению трендом и скорректировать к области поддержки которые как раз в области справедливой ценами видимо видим поднялному таймфрейму и а там цена дошла до моего положенного ордера поэтому позицию после 500 на покупку я сейчас держу и буду это делать дом обновления как раз локальный максимум там я скорее всего закроюсь потому что еще коррекция здесь может произойти а ну если посмотреть чуть ближе да то собственно открытие понедельника выше закрытия пятницы дало мне шанс пусть как раз покупок я поставил отложенный ордер вошел практически по минимальной цене за понедельник вторник цена отрастала но собственно сейчас мы видим локальный максимум и вот у меня стоит их профит как раз по историческим максимум здесь я соотношение один к трем довольно таки неплохой в данной сделке и я решил что не буду зафиксируясь именно здесь и дальше буду сказать уже другие точки для входа минус согласно своей торговой стратегии поэтому S&P 500 продолжаю держать и жду соответственно реализации тейк профита в данном случае стоп-лосс я уже перенес без убыток с минимум которые были 11 декабря поэтому а здесь максимально комфортно сейчас чувствую в этой позиции да продолжаю держать и следующие коррекции которые будут будут точно также рассматривать как возможность входа на продолжение роста нефт марки бренд уже не так активно как в ноябре но все еще продолжает свое восходящее движение а если посмотреть чуть ближе часовой таймфрейм да с открытия как раз понедельника пока мы не обновили максимум который у нас был 10 декабря но пока полномерно к нему мы поступаем безусловно не также подрастает из-за позитива с точки зрения распространения вакцины поэтому если резюмировать текущую ситуацию то есть да мы с одной стороны видим что рынок перекуплен на все дорого но вполне вероятно что уже сейчас рынок начнет отыгрывать будущий позитив до общей вакцинации а общего все-таки открытие экономик снятия локдауна потому что на этой неделе также ряд стран европейских также ряд штатов сша ввел дополнительные ограничительные меры ну потому что распространение коронавируса набираются новые темпы и она уже в разы превысило то что мы видели меня весной этого года поэтому безусловно это рынки понимают но как мы видим это их не так сильно беспокоит потому что позитив меня уже сейчас на текущий момент заложен в цене ну и кстати если бы вы хотели меня послушать информацию о о результатах айпи урбнб о собственно последних также новостях более подробно послушайте подкаст два трейдера который был вчера опубликован на сайте адмирал маркет ссылочку обязательно оставлю в описании ну и не забудьте поставить лайк этому видео вопросы оставляйте обязательно меня в комментариях а мы с вами увидимся в пятницу посмотрим как пройдет это заседание ну и как у нас будет закрываться текущая торговая неделя всем желаю хорошего дня всем спасибо и также напомню что сегодня пройдет вебинар с александром элдером ссылочка на регистрацию будет в описании к этому видео поэтому также вас на него меня приглашаю ну а на сегодня это все всем спасибо и до свидания